Китайская Chery провела ревизию кроссовера Tiggo 8. Модель обрела другую решётку, новый передний бампер, а также иные ходовые огни. В список оснащения добавлены панорамная крыша, электропривод сидения переднего пассажира и многоцветная контурная подсветка. Из двух силовых агрегатов останется только один. Это базовая полуторалитровая турбочетвёрка с шестиступенчатым преселективом и передним приводом. А вот двухлитровый турбомотор отныне останется прерогативой более дорогого Tiggo 8 Pro. Зато расширится список комплектаций, хотя сейчас клиентам доступна только одна версия. Впрочем, раскрыть прайс-листы российский офис китайской марки обещает перед стартом продаж, который назначен на февраль. Марка Чанянь. Большой и успешный на домашнем рынке автопроизводитель. Однако попытки покорить сердца россиян пока срываются. В начале 2010-х марка хотела зайти в Россию через компанию Irita. А в 2019 году решили действовать сами, наняв опытного Сунь Цзэн Цюня. Китайцы ценят его за успешное продвижение бренда LeFan. Очевидно, последняя наступательная операция провалилась из-за пандемии коронавируса и дефицита микрочипов. Поэтому сейчас Чанянь готовит очередную атаку. Командовать наступлением будет новейший кроссовер CS55+. Это одноклассник Volkswagen Tiguan и Hyundai Tucson, который должен привлечь покупателей относительно доступной ценой и весьма любопытным дизайном. Салон вообще обязан очаровать фанатов хай-тека. У китайских дизайнеров вышел этакий Peugeot, но несколько менее экстравагантный. А вот технически паркетник устроен довольно просто. К полуторалитровому турбомотору прилагается семиступенчатый мокрый робот и только передний привод. Как выяснил телеканал Автоплюс, начало поставок модели CS55 запланировано на конец весны. А чуть раньше должен появиться премиальный Чанянь Unikey. В идеале он должен бросить вызов Lexus RX и Nissan Murano. Премиум статус китайского новичка обязаны подчеркнуть светодиодная оптика, выдвижные ручки и богато оформленный салон. Под капотом скрывается двухлитровая четверка, но ее отдачи на уровне 230 сил должно вполне хватать для бодрых ускорений. Тем более, что пару этому движку составят восьми диапазонный автомат и полный привод. Вот только цена, скорее всего, превысит 3 миллиона рублей. Продолжение следует...